друзья всем привет сейчас нахожусь на одном из наших объектов на котором мы будем делать до утепления мансардной крыши это тонхаус в коттеджном поселке значит крыша утепляется от застройщика оцените качество этих работ какая у нас здесь задача стоит значит нам нужно довести до ума вот это вот утепление сделать контур утепления еще дополнительно 10 сантиметров то есть в общей сложности это крыша будет утеплена на 30 сантиметров надо исправить откосы у мансардных окон потому что видите вот они вот этот откос должен идти вот так вот вертикально вот этот вот откос верхний должен идти вот так вот горизонтально потому что когда у нас идет от полу тепло даже у нас нормально циркулировалось циркулировался воздух теплый чтобы окно обдувало также нужно будет дополнительно утеплить откоса вот здесь вот ну во всех по всему периметру окна также если посмотреть вот с этой стороны нужно будет проверить вот эту вот гидроизоляционную пленку вот с этой стороны там более-менее как-то приделано соответственно вот эту часть мы дополнительно утепляем а вот если посмотреть с этой стороны видите вот гидроизоляционная пленка не приклеена к стене но вообще должна была по-правильному когда делают черепицу заводиться туда в сторону свесов да и вот так болтаться не должна соответственно нам теперь нужно это каким-то образом исправить также заказчику я попросил чтобы он сразу от штукатуре вот эти вот места потому что когда мы будем приклеить пара изоляционную пленку в идеале нам приклеивать ее на уже от штукатуренную часть чтобы у нас был замкнутый контур уже ребята начинают потихонечку убивать об решетку сухо строганного брусок 50 на 50 крепим его на конструкционные заморезы утепление будем доводить до самого конька и вот эти вот балки которые у нас здесь вот идут мы будем обклеивать специальной лентой дельта флексбан для того чтобы у нас получился максимально такой герметичный контур немецкая пленка дельта называется она давиджи пи небольшой тонхаус пойдемте я на этом тоже покажу такая вот комната здесь вот также вот эти вот стены которые идут заказчик захотел чтобы у нас проходила вот эта вот часть утепления прям до конца да и вот часть стены из газобетона она будет обрезаться с этой стороны и вот с этой стороны короче все вот эти вот стены которые у нас проходят чтобы у нас был проходной утеплитель чтобы проходная паразолиционной пленкой чтобы это было максимально как бы такой замкнутый контур да вот эти вот стены будут дополнительно обрезаться а так вот но посмотрите от застройщика качество утепления вроде как бы 20 сантиметров утепления есть но если сделать вот здесь вот контур утепления да вот эта часть она точно будет как мастиколога и будет промерзать поэтому то что заказчик захотел сделать именно контур утепления 10 сантиметров это очень хорошо крыша сложновато все вот это вот все вот эти вот сложные места они будут но дополнительно утепляться да и у нас практически здесь вообще не будет никаких мостиков холода я думаю что будет очень теплая крыша где-то что-то мы подпихнем до доведем до ума вот это вот утепление и уже более качественным будем делать контур утепления друзья всем привет сейчас я нахожусь на нашем объекте который называется до утепления мансардной крыши одну серию я уже по этому объекту выпускал сегодня будет вторая серия хочу сделать обзор этого объекта и показать вам несколько узлов в частности узел номер один это приклейка по резолюционной пленки к стене и сложное место а поле обклейка вот таких вот ригелей по поводу обзора значит здесь мы делали под стропильного утепления то есть здесь между стропилами утеплитель был вот стропила 200 миллиметров и заказчик захотел еще дополнительно сделать до утепления крыши доверил эту работу нам здесь в общей сложности 300 миллиметров утепления соответственно под стропильного утепления 100 миллиметров так как крыши сложно есть вот такие сложные участки в частности вот такие ендово сейчас это выглядит вот так вот сделаем вставку как это выглядело раньше чтобы у вас было понимание сейчас это выглядит вот так вот здесь идет под стропильного под стропильное утепление значит идет перпендикулярно стропилам шел шел горизонтально брусок 50 на 50 мы 50 миллиметров добавили утепление потом вот так вот идет обрешетка мы добавили еще 50 миллиметров утепления то есть у нас получается 100 дальше у нас идет немецкая паразлельсионная пленка дельта давиджи пиво такая вот желтая она на эту паразлельсионную пленку приклеивается вот такой уплотнитель уплотнитель перекрывают все скобы видите ничего не видно у нас получается полностью герметичные конструкции тех местах где мы прикручиваем нашу сухую строганную доску вот закручивается саморез и вот этот уплотнитель герметичного обжимая то есть у нас получается такая максимально воздухоизоляционная конструкция все стыки паразлельсионной пленки проклеиваются то есть это очень важно и у наша задача пройтись пройти специальным праймером немецкий проклимовский праймер мы используем для того чтобы создать очень хорошую адгезию в дальнейшем вам покажу то есть у нас адгезия будет обеспылена и она будет липкой и использовать проклимовскую ленту для того чтобы качественно приклеить вот эту паразлельсионную пленку она очень круто приклеится я вам потом покажу и на эту ленту можно будет потом дальнейшем вносить какую-то шпаклевку там или штукатурку то есть очень удобная вещь и будет понятно как проклеена то есть визуально это все будет видно и в дальнейшем уже у отделочников которые будут проходить со финиш каким-то слоем не будет вопросом как делать замыкание вот в этом месте есть еще сложное место это вот это вот вот это вот балка но с точки зрения приклеивания паразлельсионной пленки здесь вот нужно будет оторвать вот этот рублерод который торчит его обрежут и будут флексбандом ленты такой специально по обклеивать вот это вот место вот эту балку здесь вот я думаю что снизу здесь вот мы пройдемся лентой черный а вот эти места которые у нас у нас идет соединение двух вот этих лвл лвл брусьев до лвл балка будет проходиться герметиком кто подписан кто подписан на мой телеграм-канал вот будет смотреть как эти узлы мы будем дальнейшем делать я буду выкладывать фотоотчет после того как уже полностью все работы будут выполнены так что обязательно смотрите те кто на телеграм не подписан обязательно подписывайтесь потому что мы его сейчас максимально будем продвигать там уже 13000 подписчиков вот так что обязательно подпишитесь здесь вот у нас вот так это все сделано и еще один нюанс по поводу вот этой крыши по поводу утепления здесь вот стена была то есть она была выше поднята то есть заказчик привел специально обученных людей которые обрезали вот эту вот стену стена из газобетона вот и мы по результационную пленку видите проводим выше стены то есть у нас это очень хорошо так делает потому что меньше всяких сложных каких-то приклеек получается более такой герметичный контур тут темно но я думаю все равно вам видно видите у нас пара результационная пленка доходит дальше здесь она упирается в балку в LVL да и здесь вот тоже все это будет проклеиваться флексбандом по поводу мансардных окон еще есть момент здесь вот у нас пара результационная пленка замыкается у нас фартуком с окладом с окладом пара результационным от мансардных окон Velux здесь мансардные окна Velux вот этот откос у нас делал вертикально верхний откос у нас делал горизонтально то есть вот так это все смотрится очень аккуратно все это приклеено и видите пара результационный контур заходит туда вот специальный паз замыкается по периметру мансардного окна здесь вот все нужно будет приклеивать вот так это все смотрится а а что мы сделали для того чтобы приклеить пара результационную пленку мы взяли специальную немецкую вот такую грунтовку праймер 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 переводе с английского это грунтовка про климовскую вот у нее какое преимущество помимо того что у нас обеспыливается поверхность она еще становится липкая и вот это вот лента да она сама по себе очень круто приклеивается она еще лучше приклеивается к вот этой липкой части вот ее оторвать там ну реально там вот она уже все вот тянется то есть это как бы на свежую да сейчас когда нормально она уже высохнет уже вот эту вот ленту уже точно не оторвать видите как это смотрится надежно и самое главное что потом когда будет делать отделочная работа штукатурщиком спокойно можно будет вот на эту часть наносить штукатурку или шпаклевку очень удобно очень продуманная такая лента вот у нас грубо законченный вариант будет выглядеть вот так вот дальше мы берем вот такую вот ленту лента называется флексбанд у него такая вот ширина 10 сантиметров и здесь вот если посмотреть идет вот такая вот полосочка то есть эта лента и вот эта лента защитная защитная лента здесь защитная лента здесь сейчас я вам покажу как это все работает то есть мы сперва ну отрезаем необходимый нам участок сейчас мы будем делать обгибать вот эти вот две балки покажу вам как это с помощью этой ленты можно сделать круто то есть сперва вот эту часть ленты убираем Потом приклеиваем ее, соответственно, либо к пленке, либо к дереву В зависимости от места, где как удобно А потом вот эту и делаем то же самое, либо к дереву, либо к пленке Урал, покажи на камеру Вот так вот снимается Поближь, да, мне вот эту вот ленточку Вот видите, она такая очень липкая получается А с обратной стороны у нее такая как бы тряпочная Такая структура Давай приклеиваем Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, ну вот такой вот небольшой видеоролик получился С небольшими сложностями, заморочками Но в конечном результате мы добились того, чего хотели Наши ленты приклеиваются хорошо После того, как мы их отшлифовали И теперь наши конструкции будут максимально герметичны И воздухонепроницаемы Если есть какие-то вопросы, задавайте в комментариях А так самое главное, берегите себя, не болейте Все, всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok